Ну и так, продолжаем. Неужели вы же, господа мои дорогие, не знали об этом, о том, что если у вас нет связей, вы ничего не достигнете в вашей великой и могучей Россиюшке? Если у вас нет папы, мамы, дядюшки, тетюшки, какой-нибудь там наверху, которая будет вас постоянно лоббировать и тянуть за уши, какой бы вы тупой дебил или имбецил не были, но они будут вас тянуть. Разве вы об этом не знали? Разве я действительно открываю Америку и открываю что-то новое? Вы же прекрасно об этом знаете, что там все решается по блату, по блату. Кого ты знаешь? Иван Ильича или Иван Петровича? А знаешь это и того и другого? Молодец, все, у тебя карьера удалась и задалась. А если ты хоть семи пядями во лбу и с десятию высшими образованиями, ни хрена у тебя, дорогой, не что не получится. Правильно, да. Вот. Поэтому, посему, я в свое время наслушался этих историй дичайших, наслушался параноидальных всяких мыслей от своей тетушки, живущей в Санкт-Петербурге, со своими очень хорошими детьми и нянчившие своих тоже внуков и прочие, прочие, прочие. Я это видел своими глазами на своей шкуре, испытал гостеприимство и радушие, щедрость стола моих дорогих родственников, которые сегодня живут и здравствуют в Санкт-Петербурге и дай им Бог здоровья. Я ничего им плохого не желаю, но видя ту нищету, ту тоску пердяйство, ту мелочность, алчность и жадность, я лично, лично я, в определенном момент сделал для себя вывод, что там я не то, что не хочу ничего делать, не хочу никакой карьеры, ничего, это вот, отвечая на ваши вопросы, почему я уехал из России. Я не хочу соприкасаться и стать одним из них, я не хотел стать и не хочу стать одним из этих ватников, бухающих какую-то паленую водку или самогон, ходящих, как просто на какой-то ритуал в баньку и пьющих, либо грибы и пьющих на рыбалке до усмерти и до замерзания и до омертвения, так сказать, конечностей и членов тела. Мне не было это близко никогда, никогда. За это, естественно, мои родственники меня, видимо, и недолюбливали, да. Но, к счастью, у меня были, естественно, хорошие учителя в университете, и они мне сразу это все объяснили. Они мне объяснили, наставили на пути, и сказали мне, ничего хорошего от своих родственников, тети или дяди в Питере, не жди. Это типичная классическая история. У многих есть тети, дяди в Питере, родственники из глубинок, едут туда учиться, едут туда получать какое-то высшее образование, пытаются там зацепиться, остановиться, не знаю, что там, выйти за кого-то замуж или жениться. У меня такой цели никогда не было, читайте по губам, не было тех, кто не знал или не думал об этом. Я вам сейчас, сегодня, открываю вот такую истину. Возможно, много лет спустя вы должны это понять. Ну, кто-то, естественно, понимает, очевидно, до сих пор. Мое воспитание, мое свободное воспитание, оно всегда отличалось от воспитания вот этих замшелых, совковых, савдеповских, лубочных дебилов. Потому что, общаясь с ними, я чувствовал, что между нами действительно большая стена, высокая стена, грань. И долгое время я не мог понять, почему. Долгое время я бился головой о стену, пытаясь донести, доказать, рассказать, показать на своем опыте. Ребята, вы живете не так чуть-чуть, вы мыслите не так чуть-чуть, чуть-чуть неправильно. У них у всех виноваты, не знаю, там, хачи, кавказцы, понаехавшие, там, кто угодно, только не они сами. Только не они сами. Неумеющие жить, неумеющие мыслить рационально, не понимающие вообще, что есть такое банковская система мировая, да. Они годами до сих пор, по сей пор многие не завели кредитные карточки или банк-аккаунты у себя. Но требовали с меня каких-то денег, дивидендов там, помощи и прочего, и прочего, и прочего. Так меня куда высылать? На деревню дедушки? Или куда? Объясните мне, пожалуйста. Вот эта тупость, эта пресловутая русская тупость, глубочная ватническая тупость, когда ты говоришь человеку одно, а он тебе совершенно другое. Он не понимает, он тебя не слышит, ему, как говорится, сып глаза, а он божья роса. Все божья роса, да. Ну, вот на этом я когда просто в 2010 году покинул славный город Санкт-Петербург, а до этого где-то год я пытался все-таки, имея последнюю надежду, донести до кого-то эти светлые свои мысли и идеи, пытался кому-то хотя бы рассказать, каким-то случайным знакомым, знаете, там, в поездах, в электричке, там, где-то, не знаю, во временно съемных квартирах или комнатах, в гостинице, там, где-то еще. Я не увидел там ни одной малейшей искорки надежды. Я не встретил за вот свой, там, добрый десяток лет, проживший в Петербурге, я не встретил практически ни одного здравого, зрелого музыканта. Действительно творческую единицу. Одни понты и все, вот я из Питера, все, я питерский чувак, любите меня, блядь, любите. За что тебя любить? Две ноты не можешь на гитаре сыграть, родной мой. Там стоят уличные какие-то бродяги, музыканты, мокнут под дождем, играют одну и ту же хуйню. И ничего своего нет, ничего своего нет. А почему? Потому что рабская система, которую сделала тебе раба, она не может сделать из тебя музыканта и творческую единицу, творческую личность. У меня там знакомые друзья, которые живут там уже 20 лет, 30 лет, кто-то в Питере, кто-то вообще родился и вырос там. Казалось бы, умные, талантливые люди, но они не могут, я до сих пор их ничего не слышу, они никогда там себя не реализуют, они никогда не станут великими, хотя они учились, допустим, где-то там тоже в университете со мной, СПБГУ или где-то еще, они талантливые люди, безусловно, умные, одаренные, но они никогда не выпрыгнут выше этой планки, потому что очко играет, очко. Знаешь, как в том они люди играют? Они боятся, они ссут, то, что за ними приедет черный воронок, то, что им постучатся, однажды позвонят в квартиру, скажут, «Алёк, откройте, сейчас мы вам обыск проведем и всех вас нахер пояжем и расхерачим молотком ваш жесткий диск». Они ссут этого, потому что научены вот этим НКВДшным опытом, опытом этих чисток, опытом сталинских репрессий, опытом вот этой советской подавляющей машины, да, они никогда не смогут стать личностью. Почему оттуда уехали Бродский и Осип Бродский? Почему оттуда уехали Михаил Барышников? Почему оттуда уехали Рудольфс? Нет, не потому что они были кто-то там геями или еще там какими-то, или тот же Михаил Шемякин, он не был геем, не был. Просто в Совке жить невозможно. С Совками жить, по Совочьей выйти. Если бы они не уехали из России, если бы не оставили, не покинули Россию, они бы не стали теми, кем они стали. Совок подавляет, он делает из всех определенное вот это единое месиво, говно, чтобы ты перемешался в этом, ах, ты не такой, ах, ты одел шляпу, ах, ты там одел или что-то еще, какую-то гитару или что-то еще, и ты еще умничаешь из себя, строишь что-то такое. Так, мы сейчас тебе придем и, не знаю, там, дадим тебе тумаков. Точно такой же менталитет, абсолютно такой же у тех, кто вырвал Черное море, скажем так, да, к примеру. Я вообще поражаюсь, удивляюсь, знаете, с кем я не разговариваю? Разговариваю с болгарами, мы, великие болгары, мы прокопали и выкопали Непр. Армяне, мы, великие армяне, мы выкопали там еще что-то. Грузинами, мы, великие грузины, мы там из Гинго умеем танцевать. Дальше что? Великие итальянцы вспоминают, что они великие потомки римлян. Еще кто-то, я не вижу, в чем сегодня ваше величие. Покажите мне ваше величие сегодня, в чем оно заключается. Я вижу здесь, что Дубай построили за 50 лет. Это город будущего, да, и страна будущего. Вот что я вижу. А то, что вы рассказываете мне, что вы когда-то там были какими-то великими, о-о-о, это ведь просто ваши слова, это просто рассказь, роскость. Это просто великое глупости. Люди в Питере, родившиеся, выросшие и не научившиеся на гитаре играть нормально, они научились просто создавать какой-то шлак и мусор. Они научились просто графоманству и этим гордятся и кичатся. Нет никакой литературы сегодня, русской литературы сегодня нет. Кто сегодня литературу русской? Сорокин? Романы с матами? Это литература? Да, вообще, вы сами себя не уважаете. Сами себя не уважаете, потому что вы говорите, используя неологизм, сленг, заимствованные слова от английского, из английского языка. Вы когда-нибудь видели американца, который говорил, используя русские слова, в сленгу? Да, в Америке есть свой сленг, у американца есть свой сленг, но они никогда не будут использовать русские слова как свой сленг. сами себя уважать поэтому нет русской культуры нет сегодня русской культуры нет русского мира даже нечего не о чем говорить нечего уничтожать и нечего нести мне покажите что то что русский мир самовар дырки китайской дали южноазиатская тогда изобретение матрешки китай древянной ложки в бок ну хорошо ладно дальше что еще пельмени это это ведь просто и я об этом говорил 10 15 20 лет назад очень много со многими людьми они соглашались конечно умерли грида да что платят деньги сейчас мы и посмотрим мы сегодня посмотрим кто был прав тогда 10 лет назад сегодня мы посмотрим кто был прав когда я говорил 10 15 лет в украине ребята давайте жить дружно я говорил ребята давайте не ссориться давайте понимать друг другу давайте ну если вы христиане следовать как говорится христианским заповедям сильно не следовали не следует никогда кто вам сказал что не христианин кто вам сказал что вы христианин кто кто хотя бы одну заповедь вы исполняете данным написанного библии и в евангелие я бороду назовите мне что не убей и укради не прерыводействуя не завидую и тогда я бы одну вы исполнили вряд ли вряд ли и видите вот это все ответы на все вопросы этому шлака буйдлу которая возомнила себе что она является чем-то что она является дескать какой-то титульной нации или имеет право и преимущество на что-то я думаю что я сегодня ответил все ваши вопросы и все вам подробно рассказал показал спасибо за внимание спасибо что посмотрели это видео на канал оставайтесь с нами жмите на колокольчик был сервис гладен скоро выйдет книга всего самого лучшего самого друга пока я знаю что он не записался записался а